По главному. Юля алкоголик, всем добрый вечер. Привет, Юля. Хочется сначала сказать, что это хорошая традиция, что каждый юбилей можно опять всё вспомнить. Скажем так, из какого года ты вылез, чтобы никогда об этом не забывать. Когда начала я пить, честно, я не могу вспомнить. Мне сейчас 35 лет, и вот три года, слава Богу, что я не пью. Три последние года я могу сказать, чем я занималась, что я делала, как проходили мое утро, как проходит мой день, вообще как проходила жизнь. Как говорится, что Бог дал просто новое рождение, что спасибо, что можно попытка ещё раз как-то прожить, что-то поменять. Слава Богу, что это произошло в 32, не позже. А так все дни какими-то отрывками могу я вспомнить. Может, я начала пить даже с начала института, как 18, с полным становится, или когда 17, скорее всего, не то, что прям в детстве. Как школу я закончила, я помню. Как я уже поступила в институт, я помню, что я уже хорошо отмечала в ресторане, потом целовалась с белым другом. Как прошёл институт, как я ещё хорошо его закончила, я вообще не могу сказать. Всё какое-то как в тумане, просто всё смутное. устроилась потом на работу. Каждый это поход на работу, я не знаю, я шла на работу, чтобы я... Нет, я помню, когда первый раз я с мамой и сестрой была в магазине, и у меня тряслись руки, и мне сестра говорит, что с тобой такое? Выпей пиво, тебе полегчает. Вот это я момент очень хорошо помню. Я выпила пиво, и мне полегчало. И вот так и понеслось. То есть каждый день одно и то же. Встал с утра, плохо, похмелился, пошёл на работу, к концу рабочего дня тебя опять накрывает. Помню, как вот идёшь, как асфальт из-под ног уходит, чтобы быстрее до магазина дойти, выпить. И вот, и замкнутый круг, замкнутый круг. Это в России так было. Что в жизни происходило, я не могу сказать. Одно и то же. Просто всё по кругу. Выпил, похмелился, опять одно и то же. Так и проходила вся жизнь. И вот, пять лет назад я приехала в Израиль. Я в Израиле где-то не пила полгода. Из-за чего не пила, наверное, как-то думала, из-за кого какой-то барьер, что прийти в магазин, что-то попросить купить. А потом, как-то я поняла, что здесь одни русские, одни русские магазины. Можно всё легко покупать, не стесняться. И я своё 30-летие так отметила, что все, наверное, эти полгода, пока я была в стране, они меня нагнали. Долго я отходила, я всё похмелялась, всё не могла в себя прийти. Я не знаю, я, наверное, недели две пыталась в себя прийти. Ну, всё-таки я чувствовала, в одно утро всё-таки пиво мне помогло, что я пришла в себя. Из-за ронана я переехала в Натанию, устроилась работать. И всё то же самое, как я жила в России, всё было то же самое. Я пила вечером, утром я вставала, слава богу, здесь с пяти утра, наверное, можно в круглосуточный магазин зайти, чтобы похмелиться, что-нибудь купить. И покупала, шла на работу, опять ближе к трем, то, что мне помогло, то, что я выпила утром, она меня опять отходила, опять мне к трем становилось плохо, но я ещё умудрялась где-то в часов 12 убегать домой, потому что работа была близко, похмеляться дома, опять возвращаться после Авсаки. Уже мне опять легко, через два часа я так к трем, и опять плохо, опять домой, опять через магазин, просто замкнутый круг, бесконечность, ничего не поменялось. Что было в России, то же самое стало и в Израиле. Потом я думала, что я пила, я пила пиво, потом я думала, нужно перейти, а что я пила, я уже не помню, что я пила. Я пила всё, всё, что горело, я пила. В России я умудрялась даже, я поняла, что можно, самая проблема для меня была, что у меня вечно трясли все руки по утрам. И я даже умудрялась, я вообще не знаю, откуда у меня это было, а, ну то, что я в больнице, наверное, работала, что можно пить корвалол, он также успокаивает нервы, но то, что там содержится, что это может привести вообще к летальному исходу, я, наверное, это не понимала. Я приходила, садилась, у меня такой кабинетик был маленький, что запах конкретно, там, наверное, такой стоял. Я зимой открывала окно, что выдувало так, и мне все спрашивают, тебе не холодно? Все, конечно, наверное, это я думала, что никто не замечает. Все замечали, говорю, не, мне жарко, а я просто выветривала, чтобы, главное, от меня запаха этого не было, а то, что у меня глаза в пучок, и походка плывущая, не знаю, я вообще об этом не думала, никто не говорил, все, может, видели, но никогда никто мне об этом не говорил. Ну, и в Израиле все то же самое, с пива, да, я покупала коктейль, потом я, я даже не помню, кто-то сказал, что зачем покупать коктейль, если можно водку размешать с каким-то соком, будет тот же коктейль. Почему нет? Правильно. Мешала я водку с коктейлем. То есть я переходила от напитка к напитку. Если я просыпалась, у меня моя комната была, вот моя кровать стоит, а вокруг просто вот бутылки, вот, тубер продают, три там на сколько-то продавали. Вот все вот так заставлено. Сейчас-то это легко об этом говорить, а, конечно, это ужас, хочу сказать. Потом я перешла на вино, нет, вино я не пила. А, последнее, что было, это я пила мартини. Я устроилась в очередной, в магазин, то есть на очередную работу после своей пьянки я устроилась на другую работу. Сначала я себя показывала хороший, а потом там продавалось две бутылки, так еще и литровые на сто. одно и то же. Я покупала домой две бутылки, я почему-то одну убирала в холодильник, а вторую я как будто от себя, что ли, я ее прятала, я не понимаю, я убирала ее за стиральную машину. Для чего? спрашивается. Жила одна, то есть спрятаться ни от кого не нужно. Пей сколько тебе влезет? Нет. Или приходила, когда я домой что-то не покупала, я как сейчас помню, я приготовила ужин, села, включила телевизор, и мысль так, а что это я просто так поужинаю, так все красиво, мясо, овощи. Как я спустилась, я не знаю, у меня там четвертый этаж был как девятый, пешком спустилась, как на крыльях, прибежала, все, довольна. Ну и вот эти запои, где-то у меня было залета три на работе, что моя начальница со мной даже ездила в больницу, где меня откапывали, они меня выслушивали, что со мной, у меня, конечно, причин много, то, что мама умерла, и то, что папа у меня такой плохой, завел какую-то бабу, еще он на ней еще и женился, то есть в общем, надо меня пожалеть, такая я несчастная. Ладно, первый раз, потом ближе к Новому году, опять она со мной сидела, моя начальница, что на этот раз? А на этот раз просто Новый год, какой повод, уже не грустный, уже веселый повод, что я опять в себя не могу прийти, уже Новый год, в общем, замкнутый круг, одно и то же, выпил, похмелился, но я поумнела, я знала, что если я вечером пью, бутылку водки я выпиваю, я уже заранее, когда я брала бутылку водки, я покупала себе три каких-нибудь коктейля, я ставила их в холодильник, то есть я знала, что утром, чтобы мне не идти в три, я знала уже, что мне будет плохо, но в холодильнике у меня это стоит, что со спокойной душой можно засыпать, что в голове, я не знаю, ну конечно, после таких залетов я где-то месяц не пила, но месяц, может нормально, первая половина месяца, потом, просто появлялась какая-то злость, просто злость, что я не пью, один раз мы поехали на природу, я сижу в машине, на мне лица нет, потому что я знаю, а с людьми, которые не пьют, ехали на природу, то есть там не пьют, наши братья, и я сижу, и меня просто, у меня такая злость распирает, что у меня друг просто пошел в магазин, я помню, и купил пиво, он просто, что я знала, что он уже купил, что он у меня на заднем сиденье лежит пиво, у меня настроение поменялось, как вот, все, улыбка на лице, все прекрасно, я еще не выпила, но я знала, что у меня есть уже пиво, все, все, все прекрасно, все хорошо, ну и так продолжалось опять залет, я сейчас работаю в линейне ада, и я открыла свою историю болезни, я посмотрела, то есть первый раз я туда попала, у меня там, я не знаю, как там измеряется, 300 с чем-то, там какие-то дасибелы, или что-то было, и ровно через год, ровно через год, в этот же месяц, доза какая-то у меня уже 370, что такое, повторяется, замкнутый круг вот этот, одно и то же, и в очередной раз, когда я прятала сама же от себя бутылку, когда я еще раз бодяжила, в общем, соком, я проснулась утром, мне было до того плохо, что одна бутылка каталась по полу, другую я уже допивала из горла, и я не могла в себя прийти, просто не могу прийти в себя, я похмеляюсь, мне плохо, то есть, мне не помогала эта, моя утренняя доза, просто перестала она меня брать, я не приходила в себя даже на 10 минут, на полчаса, просто вот этот эффект опохмелки перестал работать, и помню, когда сидел, первый, кто мне начал говорить, мой друг о том, что ты что не видишь, что у тебя такие проблемы, когда я приходила дома, когда я узнала, что он ходит на такие группы, мне, мне мои родственники говорили, что типа это он алкаш, из тебя так уже сделал, он тебе это внушил, ну это конечно бред, это просто видно со стороны, что действительно у человека проблема, и сейчас трезвым взглядом, я смотрю на свою прошлую жизнь, сколько получается, скольки лет я пью, с 18, мне сейчас 32 я закончила, это ужас просто, я не могу ни одного дня своей жизни вспомнить, что вообще было, что происходило, и когда он мне что-то начинал говорить, пытался, я помню, я видела эту книгу у него, я ее читала, я смотрела, какие-то шаги, мне казался такой бред, это у меня какое-то помутнение было, трезвое минут на пять, а он все что-то говорит, говорит, а я смотрю на часы, думаю, Господи, когда же ты заткнешься, сейчас будет 11, а я просто в магазин не успею, сейчас все закроется, вот какие у меня мысли были, но я знала, что есть эта программа, что, что, я не знала, как она работает, я знала, да, людям помогает, слышала я об этом, говорят об этом, здорово, ну и когда, по похмелкам я перестала работать, я, я решила попробовать, после чего решила попробовать, что я опять залетела в лине ада, меня откачали, и как меня откапывали там, откапывали, у меня в рюкзаке, была литровая бутылка мартини, то есть меня повезли туда, ну как мы вызвали, приехали, я была с ней, с этой бутылкой, у меня, меня капают, а у меня мысли о том, что у меня в рюкзаке, еще можно мне подлечиться, обратно домой я приехала, с этим же рюкзаком, у меня друг был рядом, он ушел в ночь работать, я достала эту бутылку, я налила себе стакан, я похмелилась, я помню, что прекрасно, зато я не помню, что первый стакан, но последний стакан я свой помню, я выпила стакан, все остальное я вылила, и я попросила его, что, я говорю, давай что-нибудь сделаем, что-нибудь попробуем, и позвонили одним знакомым, другим, знали, что есть это Виктория, у меня как соцпомощь, я ждала, что там 3 дня ответ, что мне скажут, можно мне туда ехать или нет, а за 3 дня мне как-то полегчало, уже мне уже ничего не хотелось, я уже отошла, зачем мне это надо, как получилось, у меня говорит, что уже не хочешь, все выздоровело, а я говорю, нет, почему, я человек слова, я сказала, давай поедем, ну, в общем, я оказалась Викторией, слава богу, я очень рада, конечно, вела я себя, может, там не очень хорошо, чтобы в конце меня выгнали оттуда, ко мне, как говорят, я поняла, что, как говорят, у каждого свое дно, когда я была там одна, в комнате, ко мне пришло вот это, как говорят, что высшая сила к тебе, придешь, к тебе это должно прийти, то есть, если человек сам не захочет, мне кажется, его никак не заставишь, будут тебе все говорить, будут говорить, есть программы, все тебе скажут, ты можешь умереть, и что плохо, и посмотри, все будут говорить, у тебя в одно ухо влетит, другое вылетит, пока ты сам не захочешь, я захотела, я так разревелась, я как сейчас помню, я просто была в ужасе, что как я могла до такого докатиться, я не помню, на какой день, я там была 18 дней, 21, я даже не была полна, и я просто ревела, и я говорила, господи, как я могла до такого докатиться, я просто говорю, я так попросила, чтобы это все закончилось, я просто искренне этого захотела, я просто была в шоке, все, вся жизнь просто я была в шоке, как я до такого докатилась, что я сейчас здесь, там в этой Виктории, как это могло произойти, слава богу, пришли туда люди, как сейчас помню, Ира, Саша, вот Саша, которая вчера умерла, в царстве небесное, и они рассказали свою историю, и Ира рассказывала, что она прям, как обо мне рассказывала, то есть человек рассказывал, как бы свою историю, а мне казалось, что она говорит обо мне, они оставили свои данные, мы с ними поговорили, и сказали, что группа тогда была только в Батьяме, и что есть парень Валера, который ездит из Натании в Батьям, с которым можно связаться, я вышла из этого, из Виктории, из центра, позвонила Валерия, начала ездить туда, с Геной, и потихоньку, потихоньку, сейчас три года, четыре дня, все это работает, все это действует, я, слава Богу, я очень благодарна, что вы у меня есть в моей жизни, с Аней, с которым я познакомилась, Виктории, я очень рада, что он сейчас сидит напротив меня, очень рада, вообще, слов нет, и я даже благодарна тем людям, которые, которые еще пьют, которые страдают, у меня просто есть несколько знакомых таких, и близкий мне человек такой, что ты смотришь на них, и смотришь, чтобы туда не вернуться, что эти люди, которые тебе постоянно, об этом напоминают, чтобы всегда помнить, из какого ГЭ ты вылез, чтобы, не дай Бог, не оказаться там, и сейчас, как ирония судьбы, я работаю в этом же Лениаде, в этой же больнице, в которую я залетала, сейчас я начала учиться, и мне же на работе предложили, что, дай Бог, если я закончу учебу, чтобы я осталась работать у них, конечно, у меня такой страх поначалу был, а не дай Бог, кто-нибудь додумается, я просила сестру, на меня тоже там работать, что зайди в мою историю болезни, удали вот это, чтобы не дай Бог, если кто-нибудь зайдет, увидит, а потом думаю, ну ладно, ну зайдет, увидит, что смертельно, пообсуждают, я уже работаю второй год, тут и тьфу, слава Богу, у меня нет этих залетов, так что, все хорошо, программа работает, слава Богу, что вы у меня есть, я очень рада, что я из всего этого вылезла, вот, спасибо вам большое, что пришли, коротко и по делу, спасибо, спасибо. Ну, насколько я там уложилась. Продолжение следует...